Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я хочу вам представить свою книгу, которая вышла в прошлом году. Это сборник рассказов, который называется «Закон физики». Раньше я писала стихи, пробовала себя в написании басен, притчи, сказок, стихи, стихов для детей, а потом стала писать прозу. Вот эта книга, это второй сборник моих рассказов. О чём я пишу в своей книге? Я пишу о самой обычной жизни, о самых обычных людях. В основе моих рассказов самые реальные истории, которые мне рассказаны, поведаны другими людьми, или из моей жизни, или услышаны случайно. В своих рассказах я хочу показать душу человека, то, чем он живёт, то, чем он дышит, то, о чём он думает. Я думаю, что это самое главное, потому что каждый человек в нашем обществе – это кирпичик, с которого построено наше общество. Сейчас я вам хочу прочитать один небольшой рассказ, который я услышала случайно и записала. Рассказ называется «Смекалка». Ох, и погодка сегодня! Шесть часов утра, а воздух уже горячий и душный. И не ветерка. Что же будет днём? Лето выдалось в этом году, не бывало жаркое. Асфальт ещё не успел остыть от вчерашнего зноя, и от него пахло битымом. Этот маслянистый запах смолы лез в ноздри, к нему присоединяясь в выхлопы бензина, проезжающих мем машин. Эх бы, сейчас в речку! Войти в парную воду, раздвинуть руками спокойную гладь и плыть навстречу солнцу. А потом выйти на горячий песок, пройти по берегу до раскисты ивы, лечь на плед под ней и слушать пение птиц и стрекотания кузнечиков. И пусть всё летит в тарары! Нет, надо ехать, меня ждут. Как назло, нет никакого нужного транспорта, а народ на остановке всё прибавляется и прибавляется. Кто на дачу за урожаем, кто с ночной работы домой, а вот эти молодые люди, видимо, в поездку собрались, раз в чемоданах. Ну да ладно, лето. Вот и меня куда-то несёт с самого утра, а общественный транспорт не торопится. Так-так, кажется, показалась маршрутка. Наконец-то, сейчас погрузимся и вперёд, на встречу новому летнему дню. В микроавтобусе уже сидят пассажиры, которые едут с вокзала с утренних прибытий поездов. Мы втискиваемся в маршрутное такси, проходим между дорожных суммах, усаживаемся. Вот чем отличается этот маленький пассажирский транспорт от автобусов, что люди здесь более плотно друг к другу находятся. Вся машина живёт во время поездки общими заботами. То есть все пассажиры в курсе всего, что происходит в салоне маршрутки. «Не мотай ногами», — говорит молодая мамаша своему маленькому сыну, который, укрытая печенье, покачивал ножками. Малыш посмотрел на мать, потом на сидящих напротив женщин и, перестав растачивать ноги, вернулся в окно, продолжая жевать печеньки. Женщины удовлетворительно улыбнулись и тоже уставились в окно. Подный мужчина подвинул поближе к себе свою сумку, передал за проезд и приготовился к выходу. На секунду воцарилась полная тишина. И вдруг раздался громкий женский голос. «Аня, я еду! Да-да, я в маршрутке. Сел недавно. Да не успел я! Да не знаю я! Нет у меня часов! Да не знаю я!» Все повернулись на голос. Сбоку сидел пожилая женщина и говорил к телефону. У её ног стояла большая хозяйственная сумка, на коленях пакет, на котором изображена улыбчивая девушка. Старушка бережно прижимала его к себе. «Как приеду? А как я узнаю? Сейчас, что ли? А когда? Ага! Хорошо! Сейчас спрошу! Ну, ладно, Анют, хорошо!» Бабулька перестала разговаривать по телефону и громко попросила водителя. «Сынок, ты скажи мне, когда будет остановка в автовокзал?» «Хорошо!» — отозвал Стоп. Снова высорилась тишина. За окном мелькали до боли знакомые картинки родного города, который ещё не совсем проснулся. Но первые жаворинки, вылечившие из своих квартир в жаркое летнее утро, заполняли безлюдные улицы. В открытое окно врывался тёплый жеваный ветер. Легко обдувал разгорячённые духоты лица пассажиров, приятно трепав голосы, будто шутливо говорил, что жарко, а я вот такой ласковый сегодня влечу, пощекочу и улечу. «Автовокзал!» — громко сказал водитель. Остановил машину и открыл дверь. Но никто не вышел. Маршруточник удивлённо оглянулся и ещё раз назвал остановку. «Автовокзал!» Пожилая женщина достала из пакета бутылочку с водой и таблетки. Поняв, что все смотрят на неё, старушка махнула рукой вперёд и сказала. «Да ты езжай, сынок! Это мне дочь велела выпить таблетку на остановке автовокзал, а выходить мне не скоро!» По лицам пассажиров пробежала лёгкая улыбка. Шофёр закрыл дверь и резко рванул с места. Свежий ласковый ветер влетел в открытые окна и снова завирал в волосах улыбающихся пассажиров. «Ах, эта простота! Да чего же легко входит она в жизнь людей, как вот такой забежавший ветерок войдёт, взбудоражит умы и вылетит из вас ваясь, оставив после себя лёгкое послесловие?» Смекалистый у нас народ, что ни говори. Ещё я хочу вам прочитать из этой книги стихотворения в прозе. У меня их здесь 11 штук. Стихотворения в прозе я стала писать, когда прочла стихотворения в прозе Тургенева. До такой степени они меня очаровали, что просто стихи в прозе у меня стали писаться самой по себе. А как Тургенев начал писать стихи в прозе? Он побывал во Франции и заразился этим жанром. У него удивительные стихотворения в прозе. И сейчас я вам прочту свои. Во-первых, есть у меня одно стихотворение, которое называется «Не наследить». Его я написала лет 15 назад. Когда уже писала стихи, мне казалось, как бы не наследить, когда оставляешь после себя какие-то строчки, чтобы они не были просто строками, которые забылись, а чтобы они что-то значили. Сейчас я вам прочитаю стихотворение «Не наследить». Стихотворение в прозе. Выпал снег. Он был белый и непорочный. Холодная нежность. Он как белый лист бумаги, который мы непременно замаралили. Зачем? А нам так надо. Не правда ли? Мы не можем без этого. Вот первые следы от колес машин. И каждый со своим узором. А вот тут тропинка. Ее протоптало много сапожек и ботинок. Следы разных размеров. Здесь, конечно же, поработал малыш. Он слепил снежную бабу. Рядом пробежала собака. Следы от ее лап аккуратно отпечатались на белом снегу. Здесь сучок упал. Птицы наследили. Наследили. Смущаюсь. Вот так. Кто-то след оставил, а кто-то наследил. Сегодня такое целомудренное и благодатное утро. Самое время для вдохновения. Беру чистый лист бумаги и... Фу-фу-фу-фу-фу. Как бы не наследить. Пробуй отразить на нем свое настроение. Хотя чего уж там. Наследить от слова наследие или наследственность. Как все рядом. Да храни меня, Господь, это живо. Дал Бог жизнь человеку. Судьбу определил. Душу подарил. А в нее вложил дар. Человек жил, маялся. А потом взял и выложил свои творения на суд людской. Что тут было? А ничего не было. Тебе дали ты и майся. У других своих забот хватает. Маюсь. Хлеб без вкуса. Вода не утоляет жажду. Ночь без сна. Одними только словами сыта. Запахи, цвета, звуки. Все в словах и чувства. И все в рифму. И все через сердце. Но если получилось что-то, То оно, как благодать данной тобой людям, Великая сила. Искусство. А если это моя жизнь? А кому все это нужно? Мне надо. Для вас надо. Постараюсь не наследить. Я вам сейчас прочту еще одно стихотворение. В Крозе. Стихотворение называется Долгожданное. Она сидела на скамье в городском парке. Накрапывал дождь. Но она этого не замечала. Ею владели долгие грустные думы. На какое-то время ее внимание привлекли воробьи, Которые скакали по зеленой лучайке, Выискивая в ней корни. Целая семейка суетливых. Так. Семья. Зазвонил телефон. Она взяла его, приняла звонок и стала слушать. На ее лице появилось удивление. Брови поднялись вверх, Глаза широко раскрылись, Губы слегка разомкнулись. Потом веки стали потихоньку опускаться, А из глаз потекли слезы. Она встала и медленно пошла. Ноги ее не слушались. Дождь расходился все сильнее и сильнее. Не замечая дождя, Она шла, прибавляя шаг. И вот она уже бежит по улице, Пугая малочисленных прохожих. Когда она перебывала дорогу на красный свет, Ей сигнали водители. Ругались, отпуская крепкое словцо, Но она этого не слышала. Наконец она поняла, Что быстрее будет на транспорте. И, прыгнув подъехавший автобус, Мокрый и дрожащий, Она прошла и села, Уставившись за брызганное окно, Через которое смутно проглядывал горы. Ее мысли торопили водители автобуса. И он, будто слыша ее, Ехал быстро. Еще до нужной ей остановки Она встала, подошла к двери, Сунула кондуктор пятьдесят рублей И, не забрав сдачу, Выскочила из автобуса. Она бежала параллельно На автобусе целую остановку. Зачем? Она этого не понимала. Вот этот дом, этот подъезд, Пятый этаж, стоп! Дверь. Он вернулся оттуда живой. Он вернулся и ждет ее. Она позвонила. Дверь открылась. Перед ней стоял он в военной форме. Долгожданной, мужественной и желанной. Она упала в его объятия. Как долго я тебя ждала. Вот на этом я чтение прекращу. Надеюсь, что вы сами прочтете мою книгу. Спасибо большое за внимание. Всего хорошего. Спасибо, Марина Евгеньевна. До свидания.